Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Лев Толстой, Анна Кореевна, часть первая. В прошлый раз мы разобрали то, как появилась семья Оракен и Трати. Альбрехт, конечно, как и хотел, оставил огромный след в истории как Оракен, так и своей семьи. Однако, на этом её история не заканчивается. После прибытия Тена на Деймос, его встречает некролойд семья Нтрати Ллойд, в котором также умещается поврежденный цифалон Оток. Ситуация на луне Марса довольно плачевная. Заражение настолько сильно покрыло её, что под угрозой оказалось уже некое сердце, которое является, как оказывается, источником питания всех технологий Оракен, связанных с использованием Бездны. Удивительно всё же, как настолько важный объект не был известен нам ранее. Ну да ладно, спишем на игромех, и возможно Лотос знала и не посылала нас на его защиту из-за того, что не было большой угрозы. Флора и Фауна несколько отличаются от обычных заражённых точек, в которых побывал Тенна до этого. Новые виды и подвиды заражённых, инфицированные и мутировавшие виды технологий и существ Оракен, более сильные и укреплённые противники, а также два великих червя, которые день и ночь борются за превосходство над луной. Фесс и Воум. Серый штамп техноцита настолько плотно пророс и пустил свои корни, что смог поглотить даже самих энтрати, забрав часть их разума и лишив тех своих тел. Траву на поверхности луны заменяют органические заражённые отростки, воду заменяет экзокрин, а воздух наполнен спорами. Почву же здесь заменяет заражённая плоть. В общем, место далеко не приятное. Но что нам, Тенна, помельтеши перед носом награды, и мы не в такое... Кхм, полезем. Что ж, вернёмся к тому, что Тенна прибыл на Деймос. После встречи Оток и Ллойд проверяют Тенна на боеспособность, и уже только после уничтожения ульев, Цефалон позволяет ребёнку с Заримана пройти в Некролиск, последний оплот, где заражение всё ещё сдерживает с остатками семьи энтрати. Там мы встречаем мать, и узнаём, что в недрах Деймоса хранится то самое мистическое сердце, которое отвечает за все технологии Оракен, использующие Безну. То есть, не будь этого сердца, ни солнечные монорельсы, ни варфреймы не смогли бы функционировать и стали бесполезной груда хлама. На момент прибытия Тенна сердце начало вести себя нестабильно, и ему угрожает некая опасность к тому же. Разбираться с этой проблемой нас как раз и посылают. Попутно с этим мы собираем всю семью энтрати. Находим отца, который из-за разногласий с матерью сначала не особо рвётся нам помогать, дочь, которая просит нас принести ей образцы Феза для исследования, и сына семьи. Находя последнего в катакомбах, к Тенне открывается вся правда о произошедшем здесь катаклизме. Оказывается, что именно из-за разногласий с семьёй и недостатка внимания, сын разнёс споры заражения по всему Деймосу, что в принципе привело к полному заражению Луны. Как вам такая семейная ссора? Что ж, теперь все ситуации произошедшие здесь понемногу проясняются. Однако, остаётся непонятным, что же всё-таки угрожает сердцу. Тена продолжает свой путь по туннелям, и, наконец-то, в конце концов натыкается на комнату с сердцем. Как только мы оказываемся в том месте, появляется некий неизвестный некромех, технология, разработанная семьёй энтрати. Однако, тот настроен к нам враждебно. Он повреждает и отключает сердце, тем самым лишая варфрейма Тена сил. В этом моменте интересно две вещи. Первое, это то, что мы видим ту самую стену, о которой я говорил в прошлом ролике. Ссылка на него появится у вас справа вверху. Именно эта вневременная стена и была создана Альбрехтом Энтрати, и именно через неё он отправился в бездну и повстречал там демона бездны. Второе, это... Говорящий некромех? Да, возможно можно списать на то, что в некромеховы закладывались базовые программы, они всё же способны что-то говорить. Прислушайтесь ради интереса, когда будете играть за одного из них. Но некромех из зала сердца говорит достаточно разборчиво и связано, в отличие от других. Здесь как раз настаёт время для теорий. Ух, давно я этого не говорил и прям уж радостно стало. Итак, здесь я вижу два варианта развития событий, и оба не подходят. Но да ладно, поехали. Самый простой, но не менее интересный, некромехов управлял Альбрехтом Энтрати. Поддержку этой теории можно сказать, что сама мать не раз видела якобы сны, в которых она слышала постукивание отца из той самой стены. Что было сном для неё, что нет, понять сложно, ведь Ллойд говорит прямым текстом, что мать видит во снах свои воспоминания. Также намерение уничтожить проход прямым образом относит нас именно к Альбрехту. Насколько мы помним, вернувшись из бездны, он написал своей кровью на полу лаборатории. Заприте его! Ну и последний недоаргумент, то что отец при первой встрече рассказывает нам о том, что мать до сих пор верит, что Альбрехт их запер где-то в бездне. Интересно, не так ли? Если это окажется верным, то получится так, что или его личность раздвоилась в момент возвращения из бездны, либо вместо него вернулся всё же демон бездны, чего он в принципе и боялся в последние свои годы жизни. Однако, навряд ли бы тогда демон бездны использовал Релла. Короче говоря, тут есть свои нестыковки. И даже возможен такой вариант, что Альбрехт не умер в конце концов, а отправился в бездну изучать её дальше уже изнутри. Нам просто об этом не рассказали. Вторая же теория состоит в том, что этот некромех как раз и управлялся демоном бездны. Судите сами, некромех появляется из-за стены, то есть из бездны. Он говорит достаточно связно, но хрипло, как делает этот демон бездны. А также я не ожидал от него каких-либо извинений, что он в принципе и делает, когда уничтожает портал из сердца. В последнее время намерения этой сущности в отношении Тена, мне лично, не совсем понятны. Да, мы строим теории, догадки, но сама картина остаётся не ясна. Демон бездны то нам помогает, то он против нас, вставляет Тена палки в колёса. Однако у этой теории тоже куча недостатков. Взять хотя бы то, что если демон бездну уже взял под контроль некромеха и спокойно вышел из бездны, то зачем ему закрывать проход, при этом возвращаясь обратно, под пространство. Что мы увидим, кстати, дальше по ходу квеста, когда мы починим сердце. В общем, не разбери их какая-то, интересно раскроют ли нам это в будущем, но да ладно, мы идём дальше. Кое-как мы добираемся обратно до Некролиска с отключенным варфреймом, где Индрати, позабыв о своих разногласиях, соглашаются помочь нам восстановить сердце. Дабы уравновесить силы Тена и врага, семья предоставляет старого некромеха змею. При помощи достаточно потрёпанного некромеха Тена добирается до поломанного сердца. Но перед тем, как запустить и запечатать камеру, требуется зачистка комнаты от заражения. С этим мы быстро справляемся и заделываем дыры при помощи Омни. Как только сердце запустилось и стабилизировалось, Из вновь открывшейся стены появляется уже знакомый нам враждебный некромех. Благо, теперь мы можем дать ему отпор. В конце боя и мы, и наш противник рассыпаются на куски, а Индрати запечатывает комнату и возвращают Тена варфрейма. Угроза устранена, и теперь настало время решать местные конфликты. Примирение семьи проходит достаточно долго, Тена приходится много работать, но это того стоит. Не забыв былые грехи, но приняв их, семья вновь воссоединяется, нарекая друг друга по-новому. Отныне мать зовут Гамайтру, отца Вилкор, сына Кермерас, дочь Кейли. Бабушка же не берет себе нового имени, ей хочется остаться той, кем она является сейчас. От Тена они нарекают Айитан. На данный момент семья все еще противостоит серому штамму Деймоса, однако не как раньше разрозненные поодиночке. Теперь они действуют вместе, принимают друг друга такими, какими они и являются. Что ж, вот такая история вышла. А последней интересной деталью, которую я отмечу, является то, что в начале квеста «Сердце Деймоса» Ллойд намекает нам на то, что до того, как сердце начало разрушаться, Деймос находился в бездне. Интересно, связаны ли события того, что сын начал разбрызгивать споры зараженных и разрушение сердца каким-то неизвестным некромехом? Пишите ваши мысли по поводу этого в комментариях. Также замечу, что уже второй важный объект находился в бездне. Резервуар, в котором были Тенна, до этого также находился в бездне, вместе с Ло. Теперь там находилось сердце, от которого зависят все технологии Оракен, основанные на бездне. Интересно получается, что же там еще может находиться? Перед тем, как в принципе закончить, я бы хотел объявить, что ролики из серии «Вопрос-ответ» возвращаются на канал. Оставляйте ваши вопросы по лору игры в комментариях под этим роликом, или же под любым постом в нашем паблике. Пишите также в комментариях ваши мысли по поводу двух ранее приведенных теориях и оценивайте этот ролик лайком или дизлайком. Также не забывайте подписываться на канал, если все еще этого не сделали, серьезно. А у меня на этом все. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok